Животные, вводимые голодом и желанием выжить, очень часто связываются не с тем соперником. Звери часто необдуманно нападают на тех, чья внутренняя тяга к жизни сильнее голода соперника. Подобные битвы самые жестокие, агрессивные, зрелищные и заканчиваются летально. В этом видео мы собрали самые впечатляющие поединки тех, кто поспешил и напал не на того. Вы будете удивлены, насколько безжалостными бывают травоядные животные, когда становятся целью хищников. А также поразитесь тому, насколько отчаянно сражаются за самку и первенство гордые самцы. Так что скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приступайте к просмотру. Потому что подобное лучше один раз увидеть, чем десять раз об этом услышать. Приятного просмотра! Согласитесь, это сражение Пума и Гуанако однозначно заслужило право начать сегодняшнюю подборку. Вы только посмотрите, как отчаянно борется за свою жизнь одно животное и как ревностно пытается его одолеть второе. Вопреки маленькому размеру и крайне невыгодному положению, гусь дает достойный отпор лисице. В очередной раз убеждаю, что кошки – не бесполезные животные. Эти милые домашние любимцы способны на смелые свершения ради своих людей. Зачастую, если орел заприметил жертву, то он точно заполучит ее себе как обед. Но порой попадаются неожиданно смелые и ревностно желающие жить животные, которые вступают с крылатым хищником в серьезный бой. Интересно, когда эта дикая кошка осознает, что змея – это не занимательная игрушка и невозможный обед, а опасный хищник, который ей точно не по зубам? Козлы отличаются своей глупой упертостью и беспочвенным стремлением что-то кому-то доказать. Как вы можете видеть, лошадей такое несерьезное поведение уже замучило, и они бесцеремонно прогоняют наглого зверя. Бедному крокодилу не посчастливилось оказаться в окружении целого семейства львов. К удивлению, хладнокровная не отчаялась и, вопреки, казалось бы, безвыходной ситуации, все равно дало отпор. Очень часто хищники обманываются маленьким размером медоеда и, восприняв его как легкую добычу, нападают. Но в 100% случаев все идет не по плану, ведь в этом небольшом теле живет очень агрессивный и сильный зверь. Самцы лесных грызунов будут даже ценой собственной жизни защищать свою самку и детенышей. Медоед без лишней скромности, показав гиенам кто есть кто, гордо уходит во свояси. Самое главное оружие бегемотов – их челюсть. Она настолько мощная, что без проблем может раздробить на несколько частей даже очень прочные кости. Если столкновение двух животных состоялось, то варианта бегства нет ни у одного из них. Дух соперничества не позволит никому из них сдаться. Те, кто в обычные дни были легкой добычей для леопардов и других диких кошек, в моменты, когда рядом с ними их детеныш, становятся непобедимыми соперниками даже для самых опытных и крайне голодных зверей. Бывают ситуации, когда победитель определяется без сражения, и все расходятся, осознав, кто тут повержен, а на чьей стороне была сегодня сила. Дятел никак не отстанет от белки, которую все хочет украсть у первого запаса орехов. Агрессивная птица наносит удар за ударом, не давая маленькому грызуну ни секунды для передышки. Наглость и беспринципность этой лисицы не имеет границ. Эта злая и агрессивная хищница всеми силами пытается отобрать птенцов у их родителей, совершенно не обращая внимания на отчаянные попытки взрослых птиц защитить свое потомство. Для голодного зверя не страшны никакие преграды, и никакие трудности не станут на пути достижения сытости. Крокодил выбрал особенно продуманную стратегию. Хищник ухватился за нижнюю часть туловища жертвы и, выждав нужный момент, а резким движением перенес свои зубы ближе к голове. Львица переоценила свои силы и напала на жирафа, которого не то что не смогла остановить, а даже попала под его копыта. По всей видимости, летучие мыши хотели словить проплывающую поверхность воды рыбу, однако неожиданно попали в хитрую ловушку крокодила. Ящерицы и крокодилы настороженно смотрят друг на друга и медленно делают нерешительные шаги. Тигр решил проверить свои силы и напасть на крокодила, однако не успел, ведь хладнокровный хищник быстро скрылся в воде. Лисица обнаружила крайне невнимательную чайку и стремительно набросилась на нее. Эффект неожиданности сработал, и маленькая хищница получила желаемое. Буйволы мощные, большие и сильные звери, и не каждый хищник способен их одолеть. Львица обхватила мощную шею зебры и всячески пытается остановить юркое животное. Однако зебра не сдается, и изо всех сил пытается высвободиться и сбросить с себя дикую кошку. Дикобраз – плохой выбор для битвы. Это маленькое животное оставляет десятки иголок на теле соперников, чем усложняет их жизнь на многие дни вперед. Самые жестокие и безжалостные сражения случаются между сородичами, особенно между самцами, не умеющими быть вторыми. Эти уникальные кадры доказывают то, что нет непобедимых хищников и безвыходных ситуаций. Даже обычная цапля может противостоять, дать достойный отпор орлу. Крокодил неожиданно схватил за хобот слона, который пришел на мирный водопой. Но большое млекопитающее смогло вырваться и выйти на сушу практически невредимым. Конечно же, это не смертельная схватка, а всего лишь милая игра мамы со своим детенышем. Два носорога одновременно наступают друг на друга и пытаются нанести урон сопернику своим рогам. Столкновение стаи разъяренок собак и властного тигра может закончиться крайне неожиданно. Как считаете, кто в этой ситуации одержит верх? Такого вы точно еще не видели. Битва не двух, а трех кенгуру. По всей видимости, тут все против всех. Как считаете, тут вообще реально победить? Я бы не хотел, чтобы мой дом охранял настолько пугливый пес. Одно движение ящерицы заставило его бежать в страхе со всех ног куда подальше. Завершает сегодняшнюю подборку столкновение бегемота и носорога. Эти два тяжеловеса не привыкли сдаваться, и каждый из них хочет выйти из этой битвы победителем. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ждем вас в комментариях для дальнейшего обсуждения. Субтитры создавал DimaTorzok